всем привет с вами главный редактор константин иванов сегодня 1 мая и мы без всякой подготовки рассмотрим какую gtx 780 выбрать идем на яндекс маркет тупо вводим gtx 780 давайте посмотрим что у нас так тут должен стоять регион москва потому что там самый большой выбор но не всегда это так но как правило так сортировку делаем по цене и смотрим что 780 нельзя купить за 9750 рублей потому что это 570 но это глюки то есть цена 780 сейчас начинается с 16 тысяч рублей еще вот можно проверить в регарде я даже с ошибками написал но все равно сброса регард то же самое ребята gtx 780 регард просто как бы не сотрудничает с яндекс маркетом поэтому всякое случается тут сортировку списком делаем и смотрим вот они так сортировку списком по названию делаем по цене ну чё ну то же самое до 16 тысяч и все так но мы долгое время не делали никакого видео про выбор 780 потому что там ребята все просто у нас на тестах был референс вот такой референс если кто не знает это дизайна кулера который разрабатывает сама компания nvidia а потом уже мсi зоток и виджей asus палит и так далее просто наклейки клеят а все делается на одном заводе на одном станке каждый вендор фендер это мси зоток и так далее каждый вендор закупает партию наклеивает наклейки и тупо ничем не отличаются карты друг от друга ну только гарантии может быть у кого-то больше у меньше а на одном станке все делается ну давайте посмотрим действительно 16 300 можно найти за такую цену так на заказ до наличие до 23000 короче до 600 780 сейчас ситуация сложная посмотрим что у нас с гигабайтом цены в интернете до сортировка по цене опять же опять же наличие чем 17300 у в рекорде значит ну и 17200 до 16900 вот она в рекорде даже все сколько по удачней у нас было референс на тестах и он показал себя с классной ребята стороны потому что карта тихая как это ни странно карта тихая у 690 примерно такой же кулер но 690 шумная а 780 тихая тихая это значит вы даже под фурмарком не заметите шум днем ночью может там чуть-чуть шум будет а то есть у вас там открытый корпус это корпус нормально закрыты тоже то есть шум 34 децибел с метра когда в квартире вот если форточки закрыть все будут молчать где-то 32 децибела днем но в общем так что 780 какая ситуация ребята берите любую референс не референс это не имеет значения все они тихие референс даже выбрать выгоднее в том плане что референс не изнашивается так быстро то есть прослужит долго долго будет тихим вот эта турбина все-таки она имеет свойство надежности и второй плюс то что видеть горячий воздух вырывается на наружу то есть не внутрь корпуса а наружу то есть она засасывает внутри корпуса воздуха и выбрасывает то есть если таких две карты это еще лучше вот и и референс длина по моему 26 с чем-то сантиметров ну 27 сантиметров грубо говоря то есть любой корпус он влезает что еще плюс но смотрите если в вашем магазине допустим не референс стоит дешевле чем референс корпус позволяет берите не референс не референс все-таки еще тише еще можно его разогнать побольше покруче теперь значит что брать палец гигабайт мсай ну тут принципе советуйте а я бы референс взял если у вас в городе референсов нет а есть только не не референс а то и берите самый дешевый не референс потому что различие между ними не так много упали то я не знаю если три слота занимают вы сами погуглите я уж не помню вот именно gtx 780 занимает она три слота нет тоже надо учитывать ну в плане надежности до сасусом все-таки меньше возвратов то есть более надежные вентиляторы дольше служат чем у гигабайта у гигабайта есть партий не совсем удачный да это я выяснил мы сайт ну такой крепкий среднячок тоже ну то есть особых таких различий вот нету то есть теперь вот насчет вот что брать многие час мут мучается 780 либо 780 то есть 770 либо 780 у нас есть обзор на эту тему можете посмотреть но если у вас у full hd разрешение можете 770 смело брать 780 не нужно если играете в battlefield 4 рубитесь то тут 780 тоже не нужно потому что есть 290 которая мощнее даже титана в battlefield 4 не то что 780 вот 780 нужна если у вас разрешение больше чем full hd если у вас намерены взять в будущем 4k монитор или трех мониторную систему тоже надо 780 брать пока сидеть на одной потом вторую добавить потому что они две тихие классные короткие 780 имеет право на жизнь но только в том случае если вам именно надо захват видео там есть если вам нужна физика если вы хотите вообще максимум максимум ну там переплатить там пару тысяч но максимум захватить ну ладно берите 780 без проблем а если вам чисто играть в игры без там всяких там заморочек какой-то физика которая мало что добавляют все-таки 290 лучший выбор вот начать синяя хороший день сегодня получил я квиток то что меня на почте ждет новый кулер от nokta который nhd15 которые на смену и 14 он пришел по моему первый обзор в россии снимем в эти выходные завтра уже буду тестировать во всем ладно всем удачи всем пока